Приветствую, друзья, меня зовут Жанна, я являюсь партнером компании Амаркетс уже достаточно длительное время. Последнее время в основном торгую по золоту, сделки провожу, и в сегодняшнем видео сделаю небольшой технический анализ на ближайшее будущее, может быть, даже посмотрим чуть дальше. То есть я до этого видео делала по золоту на 2023 год, и я снова посмотрю, что я ожидаю в этом году по сравнению с прошлым предыдущим видео. Сейчас немножечко ситуация изменилась на рынке, поэтому рассмотрим все варианты. Если вы в первый раз смотрите меня, то есть еще не знакомы с моей техникой торговли, то хочу сразу сказать, что я очень сильно, конечно, использую технический анализ своей торговли, но, конечно же, не нужно его воспринимать очень конкретно, да, вот должно именно быть так, как вот сказал, и ничего более. В моей торговле не важно направление, да, то есть будет расти золото, будет падать. В моей технике самое главное это, чтобы было хорошее движение. Вот, какую торговлю, как я провожу торговлю, вы можете ознакомиться. У меня есть также YouTube-канал русскоязычный Janna Forex и англоязычный Janna FX. Хочу сказать, что на англоязычном у меня больше, конечно же, контента, и очень часто я делаю ежедневные такие обзоры, где перед тем, как проставить свои ордера, я объясняю, где я смотрю возможные вот эти сделки и какое движение я ожидаю. Вот, проставляю я ордера вручную, но сделку уже проводит советник. Вот, вы можете сейчас посмотреть на экране JFX Line Trader Pro, это мой советник, который помогает мне в ежедневной торговле достаточно спокойно, без стресса. Вот, я проставила свои ордера, вы можете посмотреть у меня на канале. В основном у меня одна-две сделки по отложенным ордерам. Это ночная для меня, я нахожусь в Гибралтаре, для меня это где-то 12 ночи, час. Ну, больше, наверное, интереснее ориентироваться по Лондону, то это где-то 11-12 по Лондону. В это время вот обычно я как раз-таки вот выпускаю живое видео, если не уставшая, и проставляю свои ордера. Далее, естественно, в течение дня я также смотрю, если есть какие-то возможности, то проставляю также отложенные, либо захожу уже в моментальные какие-то сделки. То есть вот такой у меня принцип торговли. И, конечно же, я сейчас активно достаточно делюсь своими сделками, ордерами еще перед тем, как проставиться. В моем телеграм-канале тоже он абсолютно бесплатный, JannaFX. Вы можете все ссылки найти в описании под этим видео, конечно же. Единственное, что на телеграм-канале, будьте осторожны, очень много фейковых аккаунтов. Вот, поэтому желательно прям по ссылке пройти, либо вот JannaFX. Никаких суффиксов, никаких цифр, чисто JannaFX. И, в принципе, на этом все. Давайте сейчас посмотрим, значит, что ожидать. Я говорю, мне не столь важно обычно, но в какую сторону идет. Но, конечно же, хочется знать, что там происходит и какие-то, ну, не предсказать, не люблю я это слово предсказать, да, что-то как-то проанализировать, что можно увидеть в перспективе. Да, я говорю, у меня обычно сделки закрываются в течение дня, очень редко я держу как-то более длительное время. Но когда как, да, у меня есть, я использую также систему покрытия лосов. Если у меня закрылось по стопу, то открывается новая сделка, да, там советник также все это рассчитывает. Возможно, более большой лот проставить, и либо там более большую дистанцию ожидается, движение, да, и уже этот лос покрывается. То есть, поэтому мне нужно движение где-то, ну, 150-180 в течение дня, допустим. И золото, конечно же, такие движения очень активно делает. Сейчас, тем более, более большие движения, но сейчас такая ситуация на рынке, она не часто бывает, но случается. Вот по золоту, когда очень большие движения, но сейчас наблюдаются 200-300 и даже больше, да. Так, ну давайте смотреть, давайте, наверное, посмотрим сразу большой таймфрейм, вот месячный такой основную картину, чтобы увидеть, в принципе, опять золото в восходящем канале, да. То есть сейчас, естественно, все говорят о том, что золото будет продолжать расти. Вот, ну, поэтому давайте вот посмотрим, что, как бы у меня какое видение вот этого. В принципе, если чисто мы знаем, что, конечно же, любую пару, если взять, да, любую валюту, то техническая картина, она показывает одно, а нужно учитывать, конечно же, фундаментальный анализ, да, том, что экономические и политические показатели, вот как раз сейчас у нас они и влияют, да, больше, чем вот на технику. Но здесь у нас вот на данный момент восходящий, как и есть, рост, да, мы видим. Но у нас вот, как я видела, в принципе, до этого предыдущее видео, когда делала, да, что восходящий канал, но вот это движение у меня рассматривалось как коррекционное. И я видела больше, что золото должно больше скорректироваться, да, сходить вниз, прежде чем опять пойти на разворот в этом же канале и где-то там уже пытаться пробиваться выше, да, то есть там вот 2000 и так далее. То есть я сейчас пока так же и рассматриваю, у меня вот я ничего здесь еще не отменяла. Также есть вот, видите, вот эти две вершины, есть одно дно, и я бы ждала, конечно же, еще одно дно. Ну, здесь вот видите вот этот уровень, который трендовый, да, у нас вот этот восходящий канал, здесь можно его и выше поднимать, потому что я говорю, что это все очень относительно, там плюсы, минусы, какие-то там минимумы, максимумы, можно это все сдвигать, поэтому это все необходимо для того, чтобы, ну, там проследить что-то какую-то. То есть, видите, здесь можно сказать, что и вот так провести, да, но здесь как-то не очень вот можно соединить эти вершины, поэтому здесь это все настолько... Но я пока склоняюсь, почему? Я не только смотрю и соединяю максимумы и минимумы, конечно же, я смотрю на какие-то другие индикаторы, скажем так, вот на экране, то есть, допустим, вот этот пин, который мне также не дает покоя, вот он мне еще пока показывает, что я бы ждала золота сходить немножечко вот к этому пину, его заполнить и как раз-таки, да, вот оттуда уже сформировать вот это второе дно вот этого тренда и уже от него вот идти вверх. То есть, я пока все равно склоняюсь к такому, что золото когда-нибудь сюда придет. То есть, мое, в принципе, такое видение было больше, что вот как раз в этом году, да, 23-й год, золото вот больше было перспективно видеть, немножечко сходить еще раз вниз. Конечно, я использую также уровни Fibonacci, в принципе, я их не проставляю, потому что и так понятно, но тем, кто не особо видит их, вот можно проставлять и смотреть, что вот, видите, мы как раз оттолкнулись сейчас от 50-го уровня, достаточно популярный уровень у трейдеров, да, 50-й, вот далее там 61-й, ну еще у нас есть 78-й, я просто здесь у меня не проставлен, но, в принципе, где-то между 61-м и 78-м, вот у нас как раз заканчивается вот этот пин, и вот я бы все равно ждала какой-то перспективы там в дальнейшем сюда. То есть, сейчас я это все уберу, то есть, тут откат вот этот, он тоже предсказуемый, но насколько дальше, конечно, вот это вот пойдет выше, да, то есть, всех интересует все-таки еще выше, и возьмет ли вот эти пины, да, то есть, у нас есть вот тут два пина, которые, я говорила тоже, что, естественно, золото когда-нибудь придет к ним и будет их тоже покрывать, но просто, например, я не ожидала, что это будет так быстро, почему? Значит, объясняю, Паул, да, Федрезерв, они обещали поднимать ставки в этом году, да, то есть, поднятие ставок даже вот на, вот, не вот в этот раз заседание, предыдущее заседание даже уже они там дали сигнал, что будет повышение ставок даже еще больше, не на 25 пунктов, а на 55, они собирались вот в это заседание, вот почему я не хотела пока еще делать видео, потому что мне было интересно, что они скажут, и дальше посмотреть реакцию рынка и что ожидать, то есть, видите, что произошло, если бы это продолжалось, да, вот эта вот тактика, то, естественно, мы бы увидели снижение, продолжающееся снижение золота, но случилось, не выдержали банки, да, кризис банковский произошел в Америке, и все, все перевернулось, да, сразу моментально все перевернулось, вот на этой неделе как раз уже рынок воспринимал, что поднимать ставки будут всего на 25 пунктов, и, скорее всего, после этого, возможно, вообще не будет поднятия ставок, да, либо они начнут их даже уменьшать, вот, то есть, даже такие слухи пошли, но вот это заседание было, и, ну, тут немножко все утряслось, да, по кризису, там что-то пообещали, и Паул сказал, что еще одна будет, да, повышение ставки, еще одно будет, и дальше будут смотреть, вот, но пока о том, что они будут уменьшать ставки, не было разговора, и они, как сказал Паул, что, естественно, если будут инфляции расти, да, если нужно будет, то мы будем все равно повышать, вот, то есть, в принципе, он как бы все равно дал вот этот комментарий, что никаких вот этих вот послаблений пока не ожидается, но будет все зависеть, естественно, от экономических показателей. Экономические показатели, здесь все очень сложно, никто не знает, да, что, как там будет, поэтому, конечно, вот видите, здесь все это настолько относительно, что очень сложно сказать, что будет далее, вот, поэтому если технически смотреть, сейчас пока, конечно, смотрите, более мелкий вот этот вот канал, да, который вроде как и нисходящий у нас, и в то же самое время здесь вот был, внутри складывался тоже такой треугольник, то есть, видите, поэтому вот это все, вот эта неразбериха не идет нормально, да, там, по технике, скажем так, вот, из-за вот этих вот, что происходит в мире, там у нас и ковид был, да, потом другие волнения, вы знаете, и сейчас вот еще и банковский кризис, вот, что дальше, вот, вроде как вот тряслось, но что дальше, люди, естественно, не доверяют, и многие аналитики, видите, я не аналитик финансовый, то есть, я не могу, я, например, не могла предвидеть, что будет вот этот банковский кризис, к примеру, предположить, но, возможно, будет что-то еще, конечно, да, там какая-то реакция, вот будет, будет это все просматриваться, конечно, я, например, буду следить за экономическими показателями, там, политическими, и ловить вот эти моменты, там, ходить в сделки, входить, и, естественно, когда вот этот кризис, все недоверие к доллару, да, и пытаются, там, кто-то в иену, кто-то в швейцарский франк, кто-то в золото вкладывается, ну, и так далее, да, там, какие-то другие объекты, там, скажем, не знаю, там, может, недвижимость, что-то еще, вот, поэтому сейчас, если вот технически, смотреть, мы попытались, вот, видите, месячный канал, месяц еще пока не закончился, да, хорошо, допустим, у нас, конечно, тут очень такая вот зеленая свеча сильно выбилась из этого канала, конечно, неделя может закрыться минусом, и здесь мы можем увидеть очередной пин, поэтому минусом я имею в виду красной свечой, да, там, на недельный, там, допустим, перейдем на недельный таймфрейм, и, естественно, тогда у нас месячный немножко здесь спустится, но пока, да, вот такая красивая зеленая свеча здесь, мы так тоже близко были, пытались, но здесь вроде как пробились, поэтому, ну, пока для меня это ничего не значит, то есть я бы больше подтверждение видела, что, ну, да, у нас здесь это также видится фигура бычий флаг, да, то есть тут тоже две вершины, два дна, и мы уже, вот, третья обычно пробивное, но я говорю, что, да, третья может быть пробивное, а может быть и опять закроется, и вот как раз-таки сходит вниз, и потом опять начнет разворот, поэтому здесь еще вилами на воде, можно сказать, так есть, но, да, если это у нас с вами бычий флаг, то знаем, что мы можем рассчитывать, какое было вот это движение, и предположить, что отсюда, если пойдет пробитие, то оно может быть хотя бы 50%, я обычно рассчитываю, что половину предыдущего движения мы можем рассчитывать, вот, но я думаю, что это будет вот зависеть от того, насколько все плохо будет, пока вот все как утряслось с банковским кризисом, если все так более-менее спокойно, и что-то там, какие-то показатели, то вот это пока что мне ни о чем не говорит, то есть я бы смотрела, мы, допустим, бы выбились сначала, потом откатились, закрепились выше, да, и что-то там тогда можно было бы смотреть, если мы не возвращаемся куда-то еще ниже, и тогда уже, да, предположить, что вот мы, если бы застряли тут где-то, выше там 2000, да, ну, может быть, даже чуть-чуть пониже, то уже смотреть на это как, ну да, золото не пойдет ниже, будет пытаться еще выше идти, то есть, в принципе, вот я бы так рассматривала, но на данный момент я еще пока что все равно склоняюсь, что золото должно будет спуститься, поэтому, видите, мое предположение было, что в этом году мы спускаемся, в конец года у нас послабление начинается, даже может быть уменьшение ставок, да, и там уже как бы более это послабление ставок, вот это все влияет, плюс там будут скоро выборы, да, у них в Америке, поэтому это все обычно ослабляет доллар и дает силу уже вот другим валютам против доллара, ну и золото также, поэтому вот как бы я бы все равно ждала движение вниз, ну, в общем, так образно вам описала, это моя позиция, такой мой взгляд вот на более перспективу туда дальше, пока что склоняюсь все равно к тому, что еще здесь мне ничего не показывает, и я жду более, ну, снижения, скажем так, но давайте смотреть, если, допустим, да, сейчас вот это все движение я вижу, что чисто искусственное вот на вот этих, на этой ситуации мировой и кризиса, да, вот этого всего, то, конечно, допустим, мы пойдем сюда вверх, и опять же, смотрите, наш с вами вот этот бычий флаг может легко переобразоваться в другую фигуру, да, то есть я бы рассматривала уже, если мы идем все-таки вверх, тут у нас, да, есть вот этот уровень, есть перспектива вот сюда подрасти, но смотрите, что может быть, да, то есть вот это у нас идет, и уже отсюда разворот, и здесь у нас уже, похоже, начинается немножечко кусочек фигуры другой бриллиант, она называется, которая тоже разворотная фигура, и это значит, что, допустим, мы идем, ну, в принципе, где-то 2,100, вот очень многие говорят, там, да, ну, естественно, здесь пошагово, там, может быть, 2,79, 2,80 взять вот эти вершины, и, естественно, выше, там, золото любят, да, вот эти новые вершины рисовать, и там, допустим, где-то вот, да, 2,100, плюс-минус чуть выше, и отсюда уже мы идем, и вот так вот сидим в этом диапазоне, вот плюс-минус, и дальше опять спускаемся, все-таки спускаемся вниз, вот, пока я вижу так, потому что у меня вот этот начинающийся трендовый канал, он не отработан, вот как для меня не отработано, нет вот этого еще одного дна, и вот оно мне нужно, вот это дно я не считаю, хотя я говорю, здесь, конечно, можно что-то там взять, но хотя, видите, вот это вот первое вот здесь дно, если брать от него, то все равно нужно немножко спуститься вниз, то есть вот это я не рассчитываю, и за счет того, что здесь все-таки есть тоже пин, поэтому все-таки моя вот цель золота спуститься вниз, прежде чем я бы, если честно, в долгосрок тогда бы брала, да, золото, если бы оно спустилось сюда ниже, взяла бы вот этот пин, и вот тут бы я брала, и, допустим, бы хотела, чтобы уже дальше там, да, у меня была бы больше перспектива, что золото могло бы уже дальше выйти, и там уже какие-то более высокие вершины оставаться выше, уже не спускаться вниз, потому что отработано было бы вот эти два, две вершины, два дна, но там, конечно, это чисто техника, сейчас, несмотря, что там будет в будущем, да, мы не знаем, какие дальнейшие могут быть мероприятия, поэтому, видите, сейчас вот я пока убираю вот этот уровень, просто я вам даю такие свои, свой взгляд на то, что, допустим, вот взяла бы я сейчас здесь, купила золото, и сидела бы, и ждала, допустим, там идти выше, кто-то говорит, 3000, да, но вот на данный момент, конечно, вот этот весь кризис и все такое можно было преснуть, но я бы не стала, вот лично, да, то есть, поэтому я пока хожу здесь очень короткие, небольшие сделки, сходила, вышла и все, то есть у меня нет плавающих каких-то позиций там длительных, но если очень сильно упало бы золото, то тут бы я уже смотрела, но, говорю, опять там нужно было смотреть, что происходит, вот, поэтому давайте перейдем сейчас на более мелкий таймфрейм, как бы в большой такой длительной перспективе свои идеи показала вам, рассказала, значит, смотрите, на недельный, здесь тоже, да, что я вижу вот пока, то же самое, у нас одна вершина, вторая, то есть при нормальном раскладе вот ничего не происходит, технически для меня это как образование двойной вершины все равно, да, очень большая вот эта, она взяла предыдущая, отбивается очень сильно вот от этого 2000, там чуть-чуть мы сходили повыше от 2000, да, и тут даже вот уже, видите, маленькая свеча вот эта образовалась, поэтому, конечно, для меня вот это вот как бы больше сигнал, что на разворот, двойная вершина, то есть на недельном, ну, опять же, да, мы видим, что мы здесь пробились, но здесь тоже можно, ну, здесь не поднять уже, да, все, видите, до конца уже, потому что по самой последней вершине я бы не стала делать, потому что она всего одна, не, не, нету больше других касаний, поэтому, да, здесь можно сказать, что мы пробились, но не совсем такое закрепление, потому что здесь вот эта маленькая свеча с тенью обратно, да, в этот наш канал, поэтому, видите, для меня больше технически, что, ну, хорошо пробились, но все-таки будем возвращаться, вот, все-таки будем возвращаться вот с одной стороны, да, то есть вот недельный я вижу так, вот, либо, может быть, все-таки здесь опять посидит и будет уже тогда, да, было бы для меня более, большее подтверждение. Давайте, видите, сейчас перейдем уже на такой дневной таймфрейм, вот здесь мы как раз, да, вот этот наш уровень, ну, немножко он здесь, здесь, видите, вот чуть ниже, тут получается, что, ну, вроде как посередине, да, но вот поэтому у нас здесь тоже начинает двойная вершина, и вот начинается вот это вот скопление образования, то есть здесь тоже я вижу, что нет определенности, да, на рынке, то есть люди тоже думают, а что здесь, все-таки пойдем мы туда вверх, да, или все-таки уже разворот хватит, потому что, ну, очень долго шло золото, да, цена шла слишком долго вверх, и уже как бы, ну, там, наверное, все, я особо не пользуюсь индикаторами какими-то, но понятное дело, что индикаторы уже наверняка показывают, что, ну, пора, да, перекупленность какая-то, то есть нужно уже подкорректироваться, либо затихнуть немножко, посидеть, накопить силы и дальше уже двинуться, поэтому вот здесь я ожидаю образования фигуры следующей, то есть опять здесь у нас тоже уже на четырех, видите, на более мелкие, вот так вот с более больших таймфреймах, я перехожу на более мелкие и смотрю, здесь на четырех часах та же самая картина с двойной вершиной, единственное, что здесь предыдущая вершина ниже, да, то есть у нас первая была выше, и эта ниже, и здесь уже я рассматриваю это не как двойную вершину, хотя, да, двойная, но уже возможно образование треугольника, вот, то есть видите, здесь вот я так как раз соединяю, то есть видите, тут мы можем просматривать движение возможное вверх, если вот так, и в то же самое время движение вниз, да, то есть вот так образовываются фигуры, и как я их использую в своей торговле. Здесь очень много было тоже сделок, я говорю, вы можете посмотреть телеграм-канале, очень много, я отправляла очень много и объясняла, здесь очень красиво складывались вот на более мелком таймфрейме, например, да, вот тоже, то есть видите, переходим еще на более мелкий, вот, например, голова-плечи отрабатывали очень хорошо, мы здесь сходили, а здесь вот как раз, вот видите, сейчас, да, двойная вершина, здесь тоже у меня были сделки, и здесь, и здесь, ну, очень много, поэтому сейчас вот я смотрю, что, так как вы видели, почему, да, вот это вот начинается образование, потому что на большом таймфрейме мы остановились вот на этом критичном моменте, да, вроде как мы выбились из этого флага, теперь вот нужно тут либо закрепиться и пытаться пробиваться выше, либо мы возвращаемся обратно и уже движемся вот в этом нижнем направлении, то есть вот когда вы рассматриваете на долгосрок там в перспективе, то как раз вот это вам помогает. Теперь вы смотрите, мы на более мелком, и видите, вот этот уровень у нас так и идет здесь, да, вот от этого большого, вот от флага, и здесь остановилось даже вот на этой неделе, рынок остановился где-то вот в пределах этого уровня, и что дальше ждет, да, что же отсюда делать. Вот опять же, да, смотрим, что технически, конечно же, технически я бы сказала, что отсюда вниз, мы должны сходить вниз, потому что у нас две опять вершины, одно дно, и, конечно же, нужно следующее дно, да, то есть чтобы это была у нас с вами такая конкретная фигура треугольника, да, то есть двойная вершина, но треугольник все-таки, да, то есть потому что вершина вот эта не была взята. А мы знаем, что золото любят собирать минимумы, максимумы и строить новые минимумы и максимумы, и уже от них разворачиваться, уже так конкретно. Вот, поэтому, значит, как, ну вот, например, со своей, по своей системе, да, я буду, естественно, рассматривать вот эту зону там с открытием рынка, если не будет гэпов и больших движений, то я уже буду, естественно, проставлять здесь. Конечно, можно было бы сказать, здесь можно было просто продать и уже ждать вот это движение, там, допустим, вниз, да, сюда, естественно, к предыдущему вот этому скоплению. Здесь у нас тоже, видите, есть пин, поэтому все больше указывает на вот мне, вот на это нисходящее движение, допустим, мы останавливаемся здесь и уже отсюда смотреть. Если здесь какое-то скопление, то, конечно, например, я буду проставляться, снова выставлять какие-то ордера в этом, в этой зоне, но может и сильно пробить, проигнорировать эту зону и пойти дальше ниже, да, то есть, ну, у нас тогда мы смотрим, есть вот это дно, которое вот мы соединяем с предыдущими двумя вершинами и смотреть, что это может быть остановочным моментом. Здесь у нас тоже есть скопление, но и кому удобно, то можете, видите, я говорю, я не всегда провожу уровни Фибоначчи, но, в принципе, вы можете их проводить и смотреть, если вам так просто проще, то есть, видите, здесь то же самое, да, мы останавливались у одного из уровней, это вот очень часто, да, мы смотрим, там, первоначальный небольшой разворот, может быть, там, у 23-го, там, у 38-го, следующий, ну, и когда, допустим, смотреть следующий, то есть, вот оно может выше опять не пойти, а следующий у нас уже с вами 50-й, да, но это вот как раз это скопление, и поэтому, допустим, если мы останавливаемся у этого уровня, то я бы рассматривала, как возможный, вот как раз треугольник, там может быть опять какое-то пробитие и возврат, и дальше уже смотреть, что, допустим, да, если мы отсюда идем обратно вверх, то уже мы можем и пробивать этот треугольник, и идти выше, и дальше там уже какие-то вот эти высоты брать, это все при нормальном раскладе, отрабатывании вот этих фигур, да, когда более-менее устаканенная ситуация, и как бы более-менее вот там какие-то показатели играют на руку, да, то же самое вот на вот этих вот пробои, там, развороты, это связано уже, что там экономические показатели, будто если ничего у нас не случится, опять непредвидено, там еще какие-нибудь банки, не случаются кризисы, ну и еще что-то, все что угодно, да, может произойти, то есть пока на данный момент, конечно, вот можно рассматривать, то есть я вот на, скажем так, сейчас, на эту вот неделю, на ближайшей, да, то есть я бы смотрела работу вот в этой зоне, вот в такой, да, вот этот, вот этот канал, грубо так, и восходящий, и нисходящий, то есть треугольник работаю вот с этой зоной, вот, то есть такое вот на, скажем, вот на эту неделю, возможно, я бы рассматривала. Вот, естественно, здесь, если, здесь что может произойти, то, что мы вот над этим грубо уровнем, да, рынок может здесь застрять, вот в этом диапазоне, и если, в принципе, мы застреваем в этом диапазоне, не идем ниже, то, конечно, тогда я бы пересмотрела, да, вот этот вот момент того, что отменила бы, да, скажем, вот это, что это у меня треугольник здесь складывается, это разворот идет, и тогда я бы уже склонялась к тому, что, да, если мы тут засядем немножко, а там, допустим, какие-то новости, и тогда, да, я бы сказала, что мы могли бы пойти на пробой и уже идти выше, вот там к цели, там, 2-100, да, вот кто говорит о 2-100, то есть вот как бы я вижу это все в таком виде, но я сейчас уберу все равно вот эти уровни Фибоначчи, чтобы они мне не мешались, чтобы была более открытая картинка, более чистый экран, вот. Пока вот остаюсь, все равно рассматриваю вот эту зону и склоняюсь к тому, что все равно движение вниз, если все, все тихо и спокойно, вот, но если только, я говорю, здесь вот мы остановимся очень, очень продолжительное время, да, и вот отсюда вот как раз мы идем, ну, и дальше уже нужно будет нам смотреть на чуть более большой, опять, таймфрейм, да, куда, какие там у нас следующие вот эти вершины, да, то есть, но, я говорю, для меня, для этого движения нужно, чтобы вот опять что-то произошло, и здесь немножко засесть более длительно, и пробиваться, вот это все пробить, и вот, допустим, идем уже тогда, да, идем выше, то есть, тогда бы я рассматривала, что да, а вот на данный момент, вот, прямо вот сейчас, смотря на эту картину, я жду движения больше вниз, вот, то есть, все больше по медвежьему движению, потому что я считаю, что вот это все искусственно из-за кризиса происходит, вот, и все равно, ну, даже там, я говорю, для того, чтобы взять в перспективе там побольше прибыли, все равно нужно опустить цену, да, логически, опустить цену, прежде чем все-таки вот войти в хорошую сделку, и там уже подольше подержать, чтобы выше еще пошло, здесь очень, на мой взгляд, немножко рискованно, я говорю, нет, если кто длительный, если, как я говорю, я буду ставить, как всегда, проставлять в обе стороны свои ордера, небольшие сделки брать, вот, и дальше, естественно, мы там куда-то выше пойдем, уже буду смотреть, какие перспективы, допустим, на продаже, и держать, да, вот, ожидать вот этого дальнейшего снижения к тем нижним уровням, о которых я говорю, говорил на более большом таймфрейме, вот, но просто, конечно, все равно в перспективе я бы видела золото растущим, так как у нас вот этот вот все-таки восходящий тренд, но все-таки необходимо золоту немножко спуститься, так, достаточно спуститься, чтобы опять набрать вот эту высоту, там куда-то сходить, ну, вот, в принципе, у меня вот такие мысли, если вам было, конечно же, интересно, то, ну, опять я же говорю, узнать, как мою технику торговли, мою стратегию, познакомиться поближе, если первый раз смотрите, то приглашаю, пожалуйста, приходите на мои каналы, бесплатные абсолютно, смотрите, учитесь чему-то, смотрите просто за моим прогрессом, как идут сделки, проходят, и спасибо за то, что, конечно же, смотрели здесь, спасибо компания Маркетс за приглашение поучаствовать снова в проекте «Открытый микрофон» и для зрителей о Маркетс сделать такое видео, спасибо всем за просмотр еще раз, всем, конечно же, хороших торгов, попутных профитов, попутных трендов, профитов, и, надеюсь, еще увидимся в каком-нибудь следующем видео, в дальнейшем здесь на «Открытом микрофоне». С вами была Жанна, всем пока-пока!